Привет ребята, меня зовут Ивойс Ребус и сегодня в рамках цикла Технозавр мы посмотрим игровую мышь от Genius Scorpion M8 610. Рассмотрим её со всех сторон, оценим её положительные и отрицательные качества и сравним её с моей текущей мышью от Корсаров. В конце я подведу итоги от недели пользования мышью. Начнём с её базовых параметров. Genius Scorpion M8 610 это игровая компьютерная мышь. Как и большинство представителей своего класса обладает возможностью контроля DPI. От 800 до 8200 точек на дюйм. Учитывая, что средний комфортный показатель равен примерно 1800 точек на дюйм, то запас возможностей довольно большой и даже выше чем нужно. Но больше не меньше. Текущий показатель DPI отражается подсветкой на колесе, начиная от белого, самого маленького показателя, заканчивая насыщенным синим, самым высоким. Но это можно настроить по своему усмотрению. Так же как и большинство других игровых мышек, Scorpion M8 610 обладает дополнительными программируемыми клавишами. Заглядывая вперёд, могу сказать, что перепрограммировать можно все кнопки, кроме левой кнопки мыши. Кроме неё, правой и средней кнопки мыши, здесь представлена кнопка контроля DPI, располагается чуть ниже колёсика и представляет из себя небольшую круглую кнопку с логотипом Genius. И две боковые продолговатые кнопки на правой боковой поверхности. Базово забиндены на-назад-вперёд, что довольно стандартно. Кроме подсветки колеса, есть ещё и подсветка на корпусе самой мыши в форме Скорпиона, что свойственно для этой линейки игровых девайсов Scorpion. Горит несколькими цветами и только когда мышка не активна, что логично, ведь когда вы ей пользуетесь, лого всё равно скрывает вашу рука. Для точной настройки мыши под себя есть отдельная программа по управлению подсветкой, режимами DPI, настройкой макросов и так далее. Сама мышь представлена тремя цветами. Полностью чёрная, чёрная с жёлтым и белая с жёлтым. Мне досталось чёрная с жёлтым. И в общем, на мой взгляд, это самый интересный цвет. Ведь просто чёрная смотрится довольно стандартно и неинтересно, а белая, скорее всего, легко пачкается. И раз уж мы заговорили непосредственно о самой мыши, то давайте внимательно её изучим. Начнём с коробки. Небольшая, плотная, похожа на то, как упаковывают смартфоны, в частности, те же самые айфоны. Такая коробка вполне может перенести путешествие через почту России и остаться при этом целой. Коробка чёрная, с лаконичным лого производителя и названием. На оборотной стороне небольшая бесполезная информация. Коробку покрывает тонкая, плёнка, без язычка, чтобы её удобно было отодрать. Придётся воспользоваться подручным средством. Внутри только мыши на отдельной подставке и инструкция по применению. В инструкции есть несколько строк на русском. И самое интересное в ней это то, что для точечной настройки мыши можно воспользоваться специальным программным обеспечением. Если покупка была импульсной, то это важно. В остальном, я думаю, каждый, кто решился покупать себе эту мышь, уже знает об этом. Коробку в сторону. Давайте посмотрим на саму мышь. Первое, что бросается в глаза, а точнее чувствуется, это её вес. Он составляет чуть более чем 150 грамм, что в половину тяжелее моей текущей мышки. И тяжелее любой обычной мышки за 300 рублей. Назвать её прям тяжелой я не могу. Но, во-первых, немного огорчает тот факт, что её вес нельзя контролировать. А во-вторых, если это ваша первая мышь, она может быть немного непривычной, когда первый раз берёшь её на руки. На столе при этом чувствует себя отлично и вес кажется оптимальным. Второе, на что обращаешь внимание, это её классический вид и стильный дизайн. Она выглядит строго и это немного подкупает. Особенно, когда устаёшь от китайского ширпотреба, которая всеми возможными свистелками и переделками привлекает к себе внимание. Мышь удобно располагается, особенно при хвате ладонью или комбинированном хвате. Для хвата когтём она немного пологая. Кабель длинный, не менее двух метров, выглядит довольно прочным. Заломов, скорее всего, может не бояться, как и грызущих домашних животных в пределах разумного. Также очень радуют боковые прорезиненные пупырчатые вставки. Во-первых, они очень приятные по тактильным ощущениям. Во-вторых, позволяют крепко держать мышь. Даже если во время опасного момента вдруг вспотели руки. Кстати, колесо мыши тоже прорезинено, и палец вполне уверенно его крутит. Лично мне с колёсиками всегда не везёт, и у большинства моих мышей основным недугом всегда было его прокручивание спустя какое-то время. А потому за надёжность я утверждать не стану. Но выглядит вполне себе хорошо. Не нравится мне, как располагается кнопка переключения DPI. О скоростном переключении во время ближнего боя, например, в том же Overwatch, и речи быть не может. Не говоря уже о том, что по дефолту режимов H5. И переключать их придётся одной кнопкой. Ну, тут можно либо уменьшить их до двух, хотя лично я обычно использую три. И при этом это не спасёт от неудобства нажимания кнопки. Или можно запрограммировать боковые кнопки на переключение DPI. К слову, ближайшая боковая кнопка очень удобно расположена. И при базовом хвате большой палец как раз немного её касается, что позволяет очень удобно и оперативно её нажимать. На мышелазерной датче, которая подходит к большинству поверхностей. Так что можно играть как на коврике, так и просто на столе. Главное, чтобы он был непрозрачным стеклянным. Чувствительность и отклик хорошие. Ещё заявлено, что мышью могут пользоваться как правши, так и левши. Но я, к сожалению, не умею нормально пользоваться своей левой рукой, чтобы это проверить. Но мышь выглядит симметрично, а значит это вполне может быть правдой. Подсветка на колёсике, как я и говорил ранее, меняется в зависимости от режима DPI. Основное лого не горит, когда пользуешься мышью, а загорается спустя пару-тройку секунд. После того, как её оставишь в покое. Пульсирует эта подсветка только в режиме дыхания, быстром, среднем или медленном. Поочерёдно переливается всеми цветами радуги. Возможности заставить её светиться одним цветом я не нашёл. Хотя уверен, что это можно реализовать просто подобного инструментария нет в программе. Ну или я не понял, как это делать. Программа управления умеет обновлять прошивку, управлять подсветкой, настраивать кнопки и макросы. В том числе есть предустановленные режимы для героев LOL. Также есть возможность настроить в режиме DPI с подсветкой, скоростью указателя, прокрутки двойного клика для каждого из режимов. Ещё можно настроить игровой профиль под определённую игру, что очень удобно. Из основного вроде всё. На столе смотрится стильно, строго, особенно круто, если у вас клавиатура тоже серии Scorpion. Мышь клавиатура пульсирует в унисон, светя своими логотипами со скорпиончиком. Не хватает, пожалуй, только специального коврика для мыши из этой серии, чтобы мой внутренний ребёнок пищал от счастья. Давайте подводить итоги. По факту, мышь её пользуюсь уже неделю. В целом, привыкнуть к ней оказалось чуть сложнее, чем я думал изначально. Но после калибровки DPI на те показатели, что были на старой мыши и одного вечера в шутоны, мне хватило, чтобы рука вновь привыкла к нормальному весу мыши и её новой форме. Кнопка переключения DPI всё ещё неудобная, хотя и при необходимости её можно нажимать. Боковая идеальна, в Overwatch на неё стоит ближний удар. И ещё один момент. Когда кот гуляет по столу, ему сложнее сдвинуть мышь, так как она тяжелее. Для многих плюсов не будет, но когда моя прошлая мышь двигалась о взмахах хвоста, меня это дико бесило. В России мышку можно купить примерно за 3000 рублей или заказать за 33 доллара с Амазона. Ценовой сегмент у неё довольно невысокий, при этом чувствует она себя хорошо и со своими основными обязанностями справляется на ура. Не уверен, что это лучший вариант для про-геймеров, но если вы любите игры и хотите привести себе игровую мышку с базовым набором фич игровых девайсов, то это идеально для вас подойдёт. Всем спасибо за просмотр, видео заслужило лайка, я подписываю на канал. Расскажите в комментариях, какой именно мышью пользуетесь вы и чем она вам так нравится. А мы увидимся в новом видео и на этом пока, всем пока-пока.